Многие мечтают когда-нибудь в жизни побывать на другой планете. Но может ли человек жить в биосфере космического пространства? 20 лет назад в пустыне Аризоны был запущен проект Биосфера-2, ставший первой крупной попыткой воссоздать земные условия в миниатюрной версии. Она была построена как замкнутая искусственная экосистема, с помощью которой мы планировали узнать, как долго люди могут жить в закрытом пространстве, могут ли они производить достаточно пищи, чтобы выжить, будет ли у них достаточно воды для переработки и повторного использования. Этот комплекс, который обошелся в несколько миллионов долларов, содержит пять различных экосистем – мангровую, тропический лес, саванны, пустыню и океан, объемом в 2300 кубометров с коралловыми рифами. Первая миссия началась в 1991 году, когда сюда вошли четыре женщины и четверо мужчин. Им предстояло провести внутри биосферы-2 два года, но очень скоро у них начались проблемы. Микроорганизмы и насекомые стали размножаться в неожиданно больших количествах, вызывая непредвиденное потребление кислорода и уничтожение сельскохозяйственных культур. Обитатели проекта стали терять в весе и задыхаться. Ученым пришлось пойти на нарушение условий эксперимента и закачать внутрь 23 тонны кислорода. Но одной из главных причин неудачи стал человеческий фактор, а именно раздоры в команде. Вы, наверное, знаете, что происходит в Антарктике или в космосе, когда люди находятся там в течение длительных периодов времени. То же произошло и с нами в биосфере-2. У нас очень быстро сформировались группы, и началось их противостояние, которое развивалось и мешало двигаться вперед. И даже сегодня, спустя 20 лет, эти две группы не терпят друг друга и не могут быть вместе. Джейн Пойнтер первой столкнулась с серьезными проблемами. Через пару недель после начала миссии при использовании одной из сельскохозяйственных машин ей отрезала палец. Самостоятельные попытки его пришить ни к чему не привели, ей пришлось покинуть комплекс, чтобы сделать операцию. Но и она закончилась неудачей. Сегодня, через 20 лет, ученые по-прежнему расходятся в оценках реальных достижений этого проекта, который финансировался техасским миллиардером Эдвардом Бассом. И все же усилия не пропали даром. Сейчас Университет Аризона использует этот объект как лабораторию для исследований в области изменений климата. Здесь проводят много экспериментов, а в ближайшее время запустят новую обсерваторию по изучению эволюции Земли. Ученые говорят, что биосфера-2 может оказаться еще более актуальной, чем 20 лет назад, и может помочь нам узнать, как выжить на планете в условиях потепления. В настоящее время комплекс превратился в поистине уникальный центр экологических исследований. Столь крупного центра больше нет нигде в мире. Он позволяет нам контролировать все, от температуры до состава атмосферных газов. И все это в очень широких масштабах. Кроме нынешней научной миссии, биосфера-2 играет роль и крупной туристической достопримечательности, принимающей около 100 тысяч посетителей в год. За 20 лет этот комплекс так и не выполнил возложенную на него изначальную задачу выяснить, может ли человек выжить в искусственной окружающей среде. Но многие по-прежнему считают, что этот уникальный и даровой проект стоил того, чтобы его запустить. Субтитры создавал DimaTorzok